Так, и при всех противоречиях и напряженности, как мы уже говорили, декларацию совместную подписали все 29 участников НАТО. И вот сейчас у нас на связи Нина Ильина, корреспондент RTVI, которая уже третий день работает в Брюсселе на саммите Североатлантического Альянса. Нина, привет! Привет! Ну, какие первые выводы можно сделать по итогам сегодняшнего дня? Сегодняшний день, смотрите, как на самом деле выстраивается логика в НАТО. И, кстати, в связи с этим уже появились такие мифы, я нашла многочисленные, даже в российских и зарубежных СМИ. Например, почему итоговую декларацию приняли вчера, а не сегодня, в заключительный день. Да, кстати, почему? Интересно. Да, что это сделали для того, чтобы Трамп не успел передумать и подписал, чтобы не случилось так же, как на семерке в Канаде. На самом деле, логика другая. Я это уточняла у чиновников НАТО. Первый день обсуждается повестка непосредственно НАТО и встречаются члены НАТО, обсуждают вот самые главные темы. Во второй день встречаются со странами, которые в НАТО не входят. То есть сегодня это Украина и Грузия, Финляндия и Швеция, они тоже не входят в НАТО. Сегодня Македония получила приглашение, вчера этот вопрос обсуждался, сегодня им официально вручили приглашение и обсуждался Афганистан, происходили встречи с Афганистаном. То есть тут такие встречи, связанные с НАТО, естественно, но так, несколько упрощенно, второго порядка они были. Если же мы говорим про саммит в целом, то, конечно, такая была непредсказуемость, прежде всего, связана с главным виновником торжества, если можно его так называть, с Дональдом Трампом, было много опасений. Ну, кстати, сегодня у него прошла пресс-конференция, очень спонтанная, она не была запланирована, но, конечно, делала много шуму и вообще создала информационную повестку, задала. После этого Стоттенбергу пришлось большую часть его уже пресс-конференцию, которую задержали, отменили, а потом перенесли, отвечать, реагировать на то, что сказал Трамп. И вот опасались многого, что Трамп вообще выведет США из НАТО, Трамп не присоединится к итоговой декларации, в итоге этого не произошло. Но, конечно, такая напряженность была. Ну, и Меркель, в общем, сказала, Ангела Меркель лично описала ситуацию, которая сложилась на этом саммите, как напряженная. Нина, я хотела, мы поговорим еще о Грузии и Украине, но в первую очередь интересно же, конечно же, как Дональд Трамп высказался по отношению к Владимиру Путину, он назвал его конкурентом. Вот как реагируют другие члены НАТО на такое определение? Да, после этого как раз, например, Столтенберга завалили про это вопросом, вроде как, если они чуть ли не друзья. И, кстати, Трамп сказал, как он сказал, Путин мне не враг, это точно, мы с ним, может быть, даже подружимся, да, и он главным образом соперник. Ну, конечно, это вызывает такое определенное напряжение, опять же, особенно среди европейских, западных европейцев, да, вроде как. Мы тут принимаем решение, вчера было принято важное решение по созданию второго эшелона на восточных рубежах НАТО, и вроде как он сейчас поедет договориться, да, с Путиным, и что будет. Но при этом важно отметить, что вопросов к Трампу про Путина было много и про Россию, если не половина, то треть точно. При этом у меня создалось впечатление, что все-таки он сильно далеко не хотел заходить ни в одном направлении, да, и поэтому давайте послушаем, как он говорил про Трампа, разница была, про Путина, разница была буквально в несколько минут, но там чувствуется вот такое противоречие даже в его этих ответах. Я жду этой встречи. Давайте не будем сгущать краски и посмотрим, что произойдет. Это просто встреча в свободном стиле. Плотного расписания не должно быть, и я не думаю, что встреча займет много времени. И мы посмотрим, куда это приведет. Но это может привести к продуктивным результатам, к чему-то очень продуктивному, а может и нет. Но я считаю, что встречаться с людьми – это очень важно. Мистер президент, Маркус Прайс, немецкое телевидение. Вы сказали, что Путин не друг и не враг, а просто соперник. Вы расцениваете его как угрозу безопасности для Европы или США? Эй, я бы не хотел столкнуться с этим, и именно поэтому, я думаю, у нас есть НАТО. И поэтому у нас есть США с самым большим одобренным военным бюджетом – более 7 миллиардов долларов. 7 миллиардов 600 миллионов в следующем году. Нет, я надеюсь, нам не придется с этим сталкиваться. Нина, Дональд Трамп говорит к чему-то очень продуктивному, а может и нет. Мы, конечно, здесь в Америке привыкли к разным формулировкам от президента Соединенных Штатов. Он нас радует поводами, инфоповодами для ежедневных бесед. Но тем не менее, вот как расценивают все-таки партнеры Соединенных Штатов вот такую позицию? Это все-таки дружба с Путиным или это не дружба с Путиным? Он вообще чего добьется на встречу в Хельсинки, которая состоится 16 июля, по мнению европейцев? Ну, на самом деле, об этом мы пока можем только гадать, потому что понятно, что... Гадают и европейцы, насколько я понимаю. Да, да, да. И гадать могут, да, и европейцы, быть и беспокойными. Но тут какой важный момент, что касается именно НАТО? Вот именно такая непредсказуемость, в том числе относительно встречи, да? И многие даже говорили, на самом деле, высказывали такую точку зрения, что Трамп, ну, НАТО для Трампа не так интересно, да? Я сейчас объясню, кстати, почему еще важный момент. А вот больше он уже, конечно, готовится к встрече с Путиным. И вот вся его энергия направлена на это. Почему менее заинтересован? Это объясняет сама структура НАТО. На самом деле, на таких саммитах, вот вы удивитесь, никаких решений серьезных не принимается. Все решения принимаются до саммита. То есть, например, даже вот эта инициатива 4 по 30 была принята, утверждена уже на саммите министров обороны НАТО в Брюсселе месяц назад. И вот эта итоговая декларация, это просто штамп итоговый, да, вот будет так. Поэтому это просто встреча лидеров, все решения принимаются до. Еще важный момент про напряженность. НАТО, как любая международная организация, сильна настолько, насколько вот ей дают ее члены. И плюс, допомню, что решения в НАТО все принимаются консенсусом. То есть, конечно, уже очень многие отсекаются. Но, что касается Путина и Трампа, я сегодня разговаривала когда с чиновниками НАТО и спрашивала их, ну, вроде как очевидно, что эти два человека вообще задали повестку, да. И давайте послушаем, что они сказали, что сказал старший советник НАТО, который в том числе по России специализируется, Роберт Пшель. Про то, изменился ли этот саммит и смогли ли его поменять Трамп и Путин совместными усилиями. Каждый саммит имеет свою динамику. Ну, этот саммит был, наверное, динамичный, да, все это могли посмотреть. И, честно сказать, нет в этом ничего необыкновенного, потому что, ну, как сказал Генсек, если бы все было, скажем, передумано, просмотрено и только там такой ритуальный был, то зачем вообще саммит? Есть, где речь шла о разговоре на самом секунду. И в этом смысле он был, ну, может, более динамичным, скажем, чем последние два. Хотя, но самое важное, самое важное, это то, что если посмотреть на решения, которые в декларации НАТО, здесь можно увидеть очень конкретно, как, с одной стороны, не меняются принципы политики НАТО. Вот, например, если говоря в отношениях с Россией, это оборона, сдерживание и диалог, это уже был установлен в Аршаде. Ну, а после этого пошли конкретно, да, ротационные присутствия на Востоке, учения и так далее. Есть такая, ну, эволюция, но самое главное то, что мы ничего не делаем вот так, просто потому что кто-то хотел придумать визуально. Нина, в общем, остался у меня один только вопрос. Сегодня Грузия и Украина не последние для нас страны с точки зрения заинтересованности и с точки зрения зрителей наших, которые в этих странах нас смотрят. Вот что решилось по поводу этих двух постсоветских государств, только если можно очень коротко. Да, Грузия, ей поставили пятерку, ее похвалили за реформы, за поддержку операции в Афганистане. Столтенберг заявил, что да, Грузию видит членом НАТО, и в этом его поддерживают другие страны-альянсы. Что касается Украины, мы говорили про эту разницу вчера, что будет, по моей информации, разница между этими странами. Там, конечно, Украину в целом поддержали, но порекомендовали ей с реформами поторопиться. Что это значит на практике? На самом деле для обеих стран процедура вступления в НАТО перспектива очень отдаленная. Это просто подтверждение, поддержка этих стран. Но до вступления, ну у нас нет сейчас времени, к сожалению, разбираться, как-нибудь обязательно расскажу инструкцию по вступлению в НАТО, все желающие смогут воспользоваться. Две главных проблемы, это наличие иностранных баз, ну, кстати, в случае Украины, Грузии их нет, и наличие территориальных конфликтов. И тут, к сожалению, и для Украины, и для Грузии это серьезное препятствие для вступления. Мы об этом поговорим с нашими экспертами, еще у нас очень будет подробный разговор и о Грузии, и о Украине, и о перспективах обеих государств. Причем мы понимаем, что у Грузии эти перспективы кажутся лучше, чем у Украины, хотя у обеих стран, в общем, не близкие перспективы вступления в Североатлантическое Лен. Спасибо, Нина Ильина, наш корреспондент, работающий на саммите НАТО в Брюсселе. Нина, успехов!